В Госдуме предложили переименовать Финский залив, например, в Кронштадтский или Невский. С такой инициативой выступил депутат от «Справедливой России» Нилов. Причина – напряженные отношения между Россией и Финляндией, которые обострились еще и после закрытия с той стороны КПП на границе между нашими государствами. Ну, то есть закрыли они для нас въезд со вчерашнего дня. И вот Нилов, значит, тут как тут нарисовался. А давайте, говорит, отомстим проклятым басурманам, и я даже знаю, каким образом. А переназовем тот несчастный залив как-нибудь и вся недолга, причем только у себя. Ведь переназовем, потому что на всех остальных картах и для всего остального мира он так и останется финским. Примус! Признание Америки! Москва-Швея! Примус! Пивная! Еще парочку! Пивная! Еще парочку! Знаете, недаром сейчас этого персонажа показал. Как по мне, он уже давно стал чем-то вроде символа поздней путинской эпохи, потому что у нас уже ни население, ни граждане, у нас куда ни прюнь, в Шариково попадешь одни, сплошные Шариковы. Но вот данную инициативу хотя бы взять зачем? Какой в ней практический смысл? Еще раз, для тех, кто на бронепоезде переназовем этот финский залив. Хорошо, пусть так. Но сделаем-то мы это только у себя по факту. Для остального мира он так и останется финским заливом, то есть миру. От данной идиотской затеи ни горячо, ни холодно, да и КПП на границе с Финляндией по итогу тоже вряд ли откроют. Зато конкретно нам, россиянам, данной инициатива встанет в копеечку и ой в какую. Ведь что значит переименовать целую территорию, локацию географическую, в которой располагается огромное количество городов, поселков, деревень, портов и так далее. Да это кучу документов переделывать придется, это тонны работы, вагоны денег. И это только то, что лежит на поверхности, а есть еще третье, четвертое, пятое, десятое. Не стану утомлять вас такими тонкостями. В целом, я думаю, вы меня поняли, именно овчинка. Выделки не стоит и вообще оно никому не нужно, поскольку создаст лишь кучу проблем. А у нас что в стране проблем насущных не осталось совершенно. Заняться властям больше нечем. И конкретно вот этому, вот гражданину и депутату, так ты съезди к своим избирателям. Поспрашивай, что их волнует на самом деле. Поживи среди простых людей месячишко-другой. Взгляни на мир их глазами, может тогда поймешь. Но это не точно. А то от безделия все эти трудни уже не знают, чем бы еще заняться. Какую бы еще популистскую и дурацкую идею в массы толкнуть. Военный налог. На время военной операции ввести военный налог. Несколько процентов, 2-3 процента к налогу на доходы физических лиц. Это что, невозможные какие-то траты и потери? Заплатив тысячу-две тысячи в месяц, вот эта многомиллионная наша армия военнообязанных и просто находящихся в возрасте, там скажем, до 40-50 лет мужчин, решит, я считаю, серьезнейшую проблему. А какого хрена? Вот шариковы, блин, они и есть шариковы. Это реальная журналистика обредних гусара. Замолвите слово, тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Хотите еще вреднее? Их есть у меня. 30 ноября, то бишь тоже вчера Верховный суд Российской Федерации. Никогда не догадаетесь, чем они там занимались, но я же у вас есть, и я вам расскажу. Так вот, Верховный суд накануне на полном серьезе рассматривал иск Министерства Юстиции о признании. И вот сейчас держитесь за что-нибудь. ЛГБТ-движение экстремистским? И что самое смешное, признали ведь! Да что ты, черт побери, такое несешь? Друзья, честное слово, я так никогда не смеялся, как вчера, но начну издалека. Пропагандистские статьи и заголовки к ним. Таким днищем пестрили, аншлаки, петросян нервно курят в сторонке. Ну вот, заседание проходило в секретном режиме, и иск рассматривали без ответчика. Ну не один ответчик, потому что туда не пришел. Вот ты политический гей? Я нет, я абсолютно нормальный, к сожалению, генетический гей. Так я начинаю провоцировать, ты чувствуешь себя? Я бы так хотел быть натуралом, я тебе честно скажу. Ты серьезно? Абсолютно, мне бы было так удобно жить. Ну Антон, мы бы сходили на свидание тогда. Может быть, стою красивая баба, конечно. Я еще раз говорю, мне просто очень не повезло в жизни в этом смысле. Сейчас меня распнут все пиццы мира. Ну да мы отвлеклись, теперь что конкретно меня рассмешило-то раз. А почему под грифом секретно это дело рассматривалось? Даже шестеркам-пропагандистам ведь сказали, пустим только на оглашение. Хотя по этому пункту у меня как раз кое-какие догадки имеются. Видимо, чтобы вот это вот не выглядело еще глупее, чем данная пурга смотрелась изначально. Ну понятно же, не приведи, господи, что-то куда-то протечет. Вдруг какой-нибудь затаившийся жду, маскирующийся под своего, ну из какого-нибудь ВГТРК возьмет, да и сольет наиболее абсурдные кадры в сеть. И это тоже часть общества. Это тоже то, чем живут люди. Плохо, если только они выигрывают всякие конкурсы. Вот это ни к чему. А че смешного-то? Но с первым пунктом повторюсь, хотя бы какая-то ясность присутствует. Пункт 2. Про отсутствие ответчика. Вот это вообще укатайка. Причем пропагандисты ведь даже с каким-то негодованием писали, что лихоную хрень. Ответчик почему-то не пришел. Да ладно, серьезно. Ты втираешь мне какую-то дичь. И вот теперь без стеба, стесняюсь спросить, а кто должен был прийти на это заседание-то в качестве ответчика. Для тех, кто не уловил важного, сейчас будем разбираться с точки зрения буквы закона и так. Иск был продан против некоего движения ЛГБТ. Значит, в данном случае подразумевалась какая-то конкретная организация. У нее должны быть юридическая регистрация, юридический адрес. У нее должны присутствовать какие-никакие учредители с именами, фамилиями, паспортными данными, паролями и явками. У этой организации должно быть, ну, какое-то руководство. Наверное, я не знаю, генеральный директор, президент, управляющий. И это тоже люди с выходными данными, с паспортами, бухгалтерия там, ну и так далее. Внимание, вопрос. Почему всех этих прекрасных людей на заседание в суд не позвали? Или почему не доставили принудительным порядком? Шутка ли? Слушается дело о признании организации экстремистской ни больше, ни меньше. А в качестве ответчиков никого. Ну, альбаранка, пустышка, никого. Этого не понял никто. Хотя, можете даже не заморачиваться с поиском ответа, я сам скажу, да потому что некого в качестве ответчика было звать. Потому что на такой организации, как Движение ЛГБТ в природе не существует, в юридическом смысле подчеркиваю, а значит... Да ладно. Получается, что судили несуществующую структуру, вот это ничего себе. С таким же успехом, кстати, можно жителей какой-нибудь Кассиопеи судить за какие-нибудь огрехи или, скажем, сугроб, облака, ветер. Анекдот месяца. Ведь в Верховном суде огромной страны слушалось дело о признании экстремистами никого. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. И все это, что самое смешное, происходит на фоне докладов главы СК и Министерства внутренних дел о том, что в России растет преступность. За 6 месяцев 2023 года количество преступлений, совершенных одними только мигрантами, превысило 22,5 тысячи на 7%. Почти этническая преступность подскочила по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. И это лишь этническая преступность. И это лишь те показатели, которые МВД зафиксировали. Ну, когда же, блин, всем этим заниматься? Мы ж в судах даже в Верховном воздух судим. Показухой занимаемся. И он и намного важнее право танцующим. Вот только не надо в меня тыкать фейками. Сейчас кидая претензии из разряда, ну что же ты людей в заблуждение уводишь. Вона 29 ноября за день до этих слушаний инфа проходила в СМИ, что какие-то российские правозащитники объявили, будто бы они как раз создали такую организацию, непонятную, международное даже общественное движение ЛГБТ. О чем, кстати, сообщило такое же непонятное издание вот так. А потом еще и Собчак в своем телеграм-канале. Ну что ж, ради такого случая я открываю нашу новую рубрику «Представься, мразь». Ребят, и тут я вас тоже расстрою. Объявить-то можно все, что угодно. Стрелков Гиркин, вон, недавно кандидатом в президенты себе объявил. И что? Кто-то в новогоднюю ночь и вовсе провозгласит себя Дедом Морозом. Ну и что? Бумаги есть. Документы, в смысле подтверждающие юридическую регистрацию. Ну что вы в самом деле дурак отувалиете? Ну конечно нет. Во-первых, за один день такие дела не делаются. Процедуры регистрации месяцы занимают. Во-вторых, ну очевидно же, что сообщения те появились, дабы хоть как-то оправдать вот этот вот смешную часу. Прикрыть пятую точку, так сказать, умникам из Минюста. Не так что ли? К тому же про суд этот через пару-труйку недель все равно никто уже и не вспомнит. Спустят все на мягких лапах и как обычно. Гуляй, Вася. Вообще, если честно, мысли вот так по поводу всей этой истории, ну выборы же приближаются. Мы много раз с вами говорили, что у них там, у кандидата номер один, во всяком случае, нет никакой позитивной повестки. Все, что было на виду на протяжении там последних нескольких лет, да не будем называть скольки, но оно в основном вызывает у народа негатив, в основном отталкивает. Нужно что-то позитивное, нужно что-то этому народу в конце концов дать. И вот я вот так вот для себя представляю, что недаром вот этот вот вчерашний суд проходил вот в таком вот бешеном темпе, да, вот прям за один день все приняли по непонятному какому-то иску. Минюста непонятно с чем связан, да, непонятно кого и за что судили, но это хрен с ним за закрытыми дверями, да, там за семью печатями, куда даже пропагандистов не пустили, вообще никто не понимает, что происходит. Все, единственное поня, что все, ЛГБТ теперь под запретом. Вот они бедные несчастные геи, сейчас любой, кто начинает их там где-то пиарить, все, он поехал в тюрьму далеко и надолго как экстремист. Я думаю, для чего все это сделано. Сейчас, конечно, мы покипим, покричим, пошумим, повозмущаемся, но через две недели буквально, 14 декабря, об этом тоже вчера было объявлено, состоится большая пресс-конференция Владимира Владимировича Путина, и вот там, я больше чем уверен, могу забиться, встанет какая-нибудь Собчак и как раз по этому поводу задаст ему вопрос, скажет, ну как же так, Владимир Владимирович, ну это же тоже граждане, это же тоже избирать-то, и Владимир Владимирович скажет, так, надо отменять это решение неправильно, все это, все, публика в восторге, рейтинги Владимира Владимировича поползли вверх, вот он хоть какой-то позитив, ну мне кажется так. Это была реальная журналистика сегодня, вот так, подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, оно помогает продвижению. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok